После обращения к коллегу Николаеву авиамоделистов вопрос с кордодромом был решен. Участок был передан в пользование Центра творчества. Глава администрации Ольга Чепрасова на выездном совещании сообщила об этом всем присутствующим. Отметим, что большая часть работ уже была сделана. Сейчас нужно закончить центральную область, засыпать щебень и сделать асфальтовое покрытие. По затратам эта сумма в районе 1 миллиона рублей. Мы будем развивать детское техническое творчество в городе Новочебоксарске. Будем обращаться к спонсорам. Вы знаете, что у нас заключено четырехстороннее соглашение между администрацией города Новочебоксарска, Центром развития творчества детей и юношества ДЮСШ номер один и Ассоциацией выпускников КАИ о строительстве данного кордодрома. И администрация обязуется предоставить земельный участок. Отметим, что несмотря на отсутствие кордодрома, наши авиамоделисты все равно осуществляют тренировочные полеты на различных площадках. И на соревнованиях занимают призовые места в России. Представители Ассоциации выпускников КАИ, неравнодушные к детскому творчеству люди, напомнили участникам совещания о соблюдении всех допустимых норм при строительстве кордодрома. Мы строим кордодром, а не картодром. Это совершенно разные вещи. Вы знаете, что у нас в парке была площадка картинга, где вот эти машинки. Там действительно есть рев моторов. Здесь кордовые модели самолетов. Именно поэтому кордодром называется. Шум от них нет. Шум гораздо ниже норм. И даже движение троллейбуса, движение просто автотранспорта создает уровень шума больше, чем создают кордовые модели. Теперь кордовые модели, если посмотреть график занятия авиамодельного кружка, он один раз в неделю, в субботу, в течение одного часа. Существенную поддержку при строительстве объекта оказала Русгидра. 11 марта Чебоксарская ГЭС получила официальное обращение директора Центра творчества Светланы Шамрай с просьбой оказать благотворительную помощь на обустройство кордодрома с сообщением о постановке земельного участка, на котором размещен кордодром, на баланс Центра творчества на праве постоянного, бессрочного пользования. На сегодняшний день этот вопрос находится на рассмотрении в компании Русгидра. Он проходит определенные корпоративные процедуры. И мы надеемся, что в ближайшем будущем, в скором времени, вопрос разрешится положительно. По предварительным прогнозам, кордодром должен быть запущен уже летом. По крайней мере, авиамоделисты на это надеются. Безусловно, кордодром будет введен в эксплуатацию. Я уже повторяюсь, поручение в Рио главы республики Олега Алексеевича Николаева мы выполним. Это совещание у нас первое, но не последнее. Мы будем приглашать средства массовой информации и заинтересованных лиц. И благодарим средства массовой информации за объективную подачу информации. Спасибо. Елена Фирсова, Петр Куприянов. Новости Новочебоксарска.